Всем привет! С вами Вика и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу рассказать вам о своих любимых суперфудах и рассказать, как я их использую. Суперфудом насыпают различные порошки, семена, сушеные ягоды, в общем, все то, что очень полезно и богато различными полезными веществами. Так что, если вам интересно, то продолжайте смотреть. Семена льна. Эти семена мой must-have, они всегда есть у меня дома. Я люблю их использовать в смузи, либо в кашах. Чаще всего добавляю сыну уже в готовую кашу пару ложечек измельченных семян. И измельчаю я их непосредственно перед употреблением, так как они быстро окисляются и теряют большинство своих полезных свойств. Измельчать их нужно непосредственно перед употреблением. Эти семена, они совсем недорогие и их можно найти, в принципе, в любом продуктовом магазине. Дальше у нас идет кунжут. Кунжут это источник кальция и кунжут я люблю использовать в смузи. Вот на данный момент я купила черный кунжут. У него более ярко выраженный вкус. Получается очень вкусно и, конечно же, полезно. Зеленая гречка это вообще супер вещь, это еще один мой must-have на кухне. Для тех, кто не знает, зеленая гречка это та же гречка, к которой мы все привыкли, только до прожарки. То есть коричневая гречка это жареная гречка, а зеленая это не обжаренная, еще более полезная. Перед употреблением я всегда ее замачиваю на ночь и на утро уже ее можно употреблять. Люблю использовать на завтрак с фруктами просто, либо в смузи, либо ребенку тоже делаю такие кашки. Ребенок очень любит даже просто так ложками кушать эту гречку. Да, так что она супер полезна и всем советую. Сейчас ее уже можно найти везде, в продуктовых магазинах даже. По крайней мере у нас в Эстонии так. Дальше у нас идет спирулина и хлорелла. Мы покупаем либо в порошке, либо в таблетках, то есть прессованный порошок. Это вообще отличная добавка к пище и отличный способ обогатить свой организм различными витаминами и минералами. Добавляю в смузи порошок, но главное не переборщить, иначе он может испортить сам вкус смузи. Либо таблетки, таблетки просто можно запивать водой и тогда вообще нормально и вкусу не чувствуется, потому что да, запах резкий и не очень приятный, скажем так. Что касается хлореллы, это близкий родственник спирулины. В общем, очень полезные водоросли, тоже всем советую. Следующий это порошок мак. Узнала я о нем относительно недавно и как увидела у нас в магазине, то сразу его купила. Это корнеплод и продается он в виде порошка горчичного цвета. То есть на вид он выглядит как простая горчица, но по запаху мне он напоминает карамель. И в этом корнеплоде очень много полезных веществ. Я использую этот порошок в смузи и добавляю одну чайную ложку. Читала, что если переборщить, то может немножко горчить, но не знаю, мне одной чайной ложки достаточно, и я в принципе как бы не чувствую. Следующие это семена чия. Узнала я о них очень давно, но как-то не покупала. Потом купила, они все равно у меня долго лежали. Но как только я начала их использовать, с тех пор они практически всегда тоже есть у меня дома. Я начала их добавлять в смузи, делать различные пудинги с ними. Семена чия достаточно дорогие, но вот здесь допустим 450 грамм, их хватает ну очень надолго. Ягоды Годжи. Не могу сказать, что я их часто покупаю, но периодически и бывает. Все, наверное, уже наслышаны о них, что это суперполезные ягоды, как в принципе и все ягоды. Но ради разнообразия я могу себе их иногда позволить. Я их предварительно замачиваю минут на 10, этого достаточно. Потому что они продаются в сушеном виде, да, и за 10 минут они разбухают немножечко и становятся мягенькие. Люблю использовать в фруктовых завтраках. Если вы еще не пробовали, то обязательно попробуйте. Чичерица. Я люблю оранжевую и зеленую. Оранжевую я добавляю в супы. Получаются очень насыщенные такие супчики и очень вкусные. Оранжевая чичевица, она придает такую сладость. Супу мне очень нравится. А зеленую чичевицу я люблю в сыром виде. И я ее проращиваю. Она вкус мне напоминает зеленый горошек, очень вкусный. Я добавляю ее в пророчное видео уже в салатики. Муж мой любит ее вообще просто так кушать. Это были мои самые любимые суперфуды на данный момент. Обязательно пробуйте, обязательно изучайте. Пишите в комментариях, какие суперфуды любите вы, как вы их употребляете. Мне будет интересно почитать. И всем спасибо за внимание и будьте здоровы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok